всем привет спасибо что зашли ко мне на канал сегодня снимаю видео на новое железо это 16 мегапиксельная full hd камера ребятушки все для вас это какая сегодня тема сегодня хочу поговорить о тренировке для хардгейнеров как накачать ноги и задницу и так хардгейнер и жопа или жопа хардгейнера это не я ржал это кто-то прошел мимо пожалуйста в общем если вы реально настоящий хардгейнер как я то у вас скорее всего нет жопы нет задницы что значит нет то есть там скорее всего где она должна быть там кости и чуть-чуть мясо у меня именно такая ситуация и было знаете раньше я когда ездил в метро на твердой лавочке мне больно было потому что мышцы там не было это при том что я приседала со штангой около 130 килограмм на три раза более-менее нормальная техника что я так вот это не работает приседая на 130 килограмм ноги от этого ваших и задница тоже соответственно не вырастут чтобы они выросли нужно создать в организме определенную гормональную среду которая не создается при приседании на три раза но я просто подумал ну вот пару лифтеры они большие такие здоровые массивные всегда с огромными весами если я буду делать то же самое то же стану большой до 130 дошел понимаете с моим ростом мне 185 сантиметров роста я с таким весом приседала три раза то есть что говорит почему длинный рост до высокий рост это говорит о том что у вас и ноги длинные приседать вам нужно не с такими большими весами так вот это еще тогда просто не знал что пару лифтеры используют определенные препаратики чтобы расти и гормоналка у них находится в том состоянии что они будут расти с любыми весами понимаете приседать на 1 или на 3 они все равно растут а мы с вами натуральные хардгейнеры мы должны создать нам гормональную среду и так как это делается как же накачать ноги и задницу хардгейнеру для начала лирическое отступление мужики мы же с вами мужики да мы явно задницу не качаем тренажерном зале мы это делаем как правильно натихаря это не касается профи которые тренируются ягодицы там точечно в определенных местах дорабатывают я не про профи про обычных людей которые ходят тренажер зал таки как я с вами который нигде не выступает так вот мы тихо качаем задницу натихаря как же ее накачать чтобы вы ориентировались скорости роста мышц при правильной технике приседания о чем я сейчас вам расскажу вот для примера я вам расскажу у меня вчера порвались мои джинсы джистара раб так вот им только полгода полгода назад они были на меня великоваты а вчера они у меня порвались угадайте на каком месте правильно на жопе порвались на жопе так вот за полгода ноги выросли так что они не влезают джинсы которые были большие на меня понимаете что я делаю что я рекомендую делать вам это приседание максимально глубокой техники на 15 раз минимум на 15 раз на 15-20 раз и делать это нужно каждую тренировку то есть все что я вам говорю делать это делать приседания со штангой обычные приседания со штангой и больше ничего не нужно ну вы это должны делать каждую тренировку и количество повторений от 15 до 20 раз я рекомендую делать три таких подхода каждую тренировку в этот момент вы настигает такое закисление которое оптимально сказывается на гормональной системе вы работаете на 15-20 приседаний это плохо слюни сопли все там тяжело вам тяжело присесть на такое количество она начинает мышцы начинают болеть но именно когда он становится так тяжело и плохо у вас выделяются гормоны необходимые нам чтобы мы начали расти чтобы ноги начали расти чтобы вообще все начало расти в организме это те самые гормоны роста которые натурала вырабатываются только в определенных условиях которые мы с вами будем создавать с приседаниями это я вам сейчас рассказал очень очень крутую фундаментальную вещь которая сдвинет ваши результаты наконец-то который сдвинуло мои результаты а это 15 килограмм за один год я набрал так вот приседания 3 подхода по 15-20 раз седаем мы каждую тренировку начале тренировки мы делаем приседания неважно какой это день день рук или день спины мы все равно приседаем 3 подхода по 15-20 раз итак о технике приседаний приседать нужно максимально глубоко насколько можете у меня я высокий и глубоко и присесть не могу с правильной техникой я начинаю сгибать поясницу такой так называемый клевок поясницы неровная спина становится я не могу низко присесть вот я столкнулся с такой проблемой что я начал делать я понял во первых что я не гибкий и я начал растягивать ноги что я вам советую делать каждую тренировку нужно растягивать ноги аккуратненько без рывковых движений просто берем и растягиваем ноги свои это нужно растянуть бицепс бедра квадрицепс бедра хорошенько растянуться тогда вы постепенно вы начнете приседать глубже за счет того что ваши ноги станут более гибкими и вы будете приседать глубже это о глубине приседа и так какой же шириной нужно становиться хоргейнеру насколько широко становиться до постановка ног чтобы понять понять как правильно стать я вам предлагаю стать в ту на ту ширину ног с такую стойку с которой бы вы хотели например прыгнуть вверх или вперед то есть наиболее устойчивая ширина ног для прыжка это будет ваши средние средняя стойка от которой нужно отталкиваться вам же если вы высокого роста я говорю с ним про людей которые низкого или среднего роста потому что у них комплекса тела их не скелет более приспособлен скажем так во первых тяжелым тяжелым приседаниям им это делается легче нам же у нас длинная бедровая кость кость бедра и она создает такие условия что нужно приседать не узко а широко широкая постановка ног значит становитесь в эту среднюю стойку с которой бы вы могли прыгнуть и делайте ноги чуть-чуть шире и так на чем остановились в это широкая постановки ног вы приседаете максимально глубоко насколько вы можете то есть это получается чуть 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 шире чем обычно если вы не можете присесть максимально глубоко не надо этого делать делайте на ту глубину который на данный момент вы можете присесть на максимально глубоко выберете штангу на плечи обязательно разогрелись перед этим даже если вы приседаете с небольшим весом а веса у вас должны быть небольшими если вы делаете на 15-20 раз опускаетесь присед медленно и медленно поднимаетесь обратите внимание на тонкости приседа вы не должны полностью вставать вверху верхняя точка движения чтобы кровь не уходила с мышцы и вы не бросали нагрузку на скелет на протяжении всего подхода кровь должна оставаться в мышце это нужно для максимального закисления мышцы кровь начинает приливать мышцы начинает становится больно начинает болеть появляются ощущения кислоты в мышце это именно то что нам нужно и в этот момент идет стресс и вырабатываются гормоны гормоны роста которые помогают нам расти поэтому вы приседаете с небольшим весом разогрелись поприседали свои три подхода на 15-20 раз и это и будет ваша тренировка ног максимально глубоко насколько позволяет ваша растяжка и все вот и все секреты ребятушки посмотрите где я вообще снимаю посмотрите вон там вдалеке удочки плавать какая красотяшка надеюсь видно итак хочу еще добавить да есть определенные тонкости и нюансики которые хочу рассказать о которых возможно вы еще не слышали не знали первое я об этом уже сказал еще хочу раз акцентрировать ваше внимание я говорю про приседания для хардгейнеров которые высокого роста то есть у вас длинные конечности у вас длинные ноги у вас длинная бедренная кость если вы пытаетесь сжать приседать огромными весами со штангой с такими длинными конечностями у вас будет техника страдать от этого потому что сам скелет ваш принципе не сильно склонен с приседанию с тяжелыми с огромными весами из-за как раз таки вот это большого расстояния от колена до бедренной кости понимаете да чем я говорю о чем это говорит если вы начинаете приседать вот даже сейчас я приседаю глубоко но если я делаю тяжелые веса например на 10 раз да приседает тяжелым весом сейчас приседаю 110 килограмм на 10 раз с хорошей техникой но я не приседаю очень глубоко когда приседаю 110 килограмм я приседаю так глубоко как я могу максимально глубоко но сохраняя прямую спину ключевой фактор здесь прямая спина вы не должны ее сгибать потому что это слишком травмоопасно для вашей поясницы я бы посоветовал перед тем как приседать обязательно разогрейте свою спину вы бережете себя от всевозможных травм у меня раз такое было с небольшим весом 60 килограмм я разогревался и чуть-чуть я повернул влево как-то плечо ниже опустил и чуть-чуть буквально я услышал такой щелчок на три дня я потом выпал из нормальной жизни они могут нормально с кровати встать не повторяйте моих ошибок я теперь начал делать постоянно разогрев спины до приседаний даже если это небольшой вес да какая-то мошка да хотела меня съесть только что даже если это небольшой вес все равно начинайте с разогрева спины разогрейте себе поясницу сделайте экстензии хорошо нагоните кровь поясничную прямую мышцу в спину нагрейте хорошо спину понимаете перед приседом и только потом начинаете приседать даже с небольшими весами итак по поводу длины ног не старайтесь присесть очень глубоко с большим весом если вы делаете на 10 раз если можете пожалуйста если вы можете присесть низко чуть-чуть пошире ноги поставили и вы делать это грамотно если вы гибкие просто понимаете все люди разные я гибко не гибкий я не могу присесть глубоко если у меня 110 килограмм просто потому что вот центр тяжести так размещается что грамотно технично не получается с весами 80 90 килограмм на 15 раз я приседаю отлично и настолько глубоко насколько я могу это первый фактор и об этом нужно всегда думать теперь я хочу рассказать о том что я знаю что наш мой канал смотрят девочки или же как вариант например вы ребята вы должны знать это рассказать своим девушкам своим женам есть одна особенность для приседания со штангой для девушек о чем я говорю я думаю что вы знаете что такое машина смита до мужиком объяснить не надо да или надо ну для девочек объясню это там дешанга на веревочках висит вот так вот знаете да так вот она конечно наверх очка она находится на разных креплениях на разных уровнях машина смита на ней штанга я как бы немножко вам помогает дорабатывать вес вот эти вот крепления которые на ней находятся и вы приседая в машине смита как бы немножко себе облегчаете работу но машине смита это очень крутой тренажер Очень крутой тренажер Там можно делать жимы лежа, плечи, что придумаете Но вот приседания категорически я не рекомендую делать девушкам в нем Мужикам можно, девушкам в силу особенностей их физиологии, женского строения Для них это вредно по-женски Приседания в машине Смита Почему именно объяснять? Я тонкостью вам не буду Но это не очень хорошо скажется на будущем Если, допустим, еще не рожала девушка В будущем это может повлиять на ее женское здоровье Не запретите своей девушке приседать в машине Смита В ней вы вынуждены приседать немножко неестественно Вы, если замечали в зале, те, кто на ней приседает Они высовывают ноги вперед, впереди, перед телом, скажем так И штанга висит на плечах, и вы приседаете с ногами впереди Для женской физиологии это нехорошо Вы, мужики, можете приседать Еще сейчас очень быстро расскажу одну важную вещь Это очень важно для женского здоровья Вы, парни, расскажите об этом своей девушке или будущей жене А вы, девушки, внимательно это все послушайте Потому что это очень важно Если вы хотите в будущем иметь здоровых детей и вообще способность рожать Вы должны следить за тем, что вы носите и какие тяжести вы вообще таскаете Ваш организм не очень склонен, в принципе, к тасканию тяжести Но если делать все грамотно Ходить в тражерный зал, конечно, нужно И все делать правильно Но, учитывайте один фактор Я не рекомендую, категорически не рекомендую Брать тяжести в одну руку вам То есть несимметричную нагрузку я вам не рекомендую Если вы берете вес больше 5 килограмм в одну руку И таскаетесь таким образом Понимаете, происходит определенный перекос Особенно это плохо сказывается на женском здоровье В силу вашей физиологии Особенно, я сейчас говорю, даже больше, наверное, в тот период Когда вы, например, на ранних сроках беременности Если вы будете таскать пакеты с магазина Груженные больше 5 килограмм в одной руке То у вас может случиться даже выкидыш Это критически важно понимать и знать Я так думаю, что вы вряд ли об этом слышали вообще хоть раз, да? Можете еще поискать на эту тему, если хотите больше узнать То есть если вы берете, идете с пакета с магазинами Берите в две руки пакеты, понимаете? Распределяйте нагрузку Или, надеюсь, у вас есть мужчина, пусть мужчина вообще носит Или возьмите такси, или на машине Не таскайте пакета в одной руке Так же самое не делайте, если вы еще тренируетесь Продолжайте тренироваться в джорном зале во время беременности Не таскайте веса в одной руке Пожалуйста, это очень важно Приседания в машине Смита не ваши Таскание веса в одной руке тоже не ваше Поэтому, что мы хотим, чтобы вы были здоровы И все, это все, что вам нужно знать и уметь, чтобы накачать себе ноги И, соответственно, ягодицы А качать ягодицы нужно обязательно Но они накачаются у вас попутно с ногами И действительно, вы развьете хорошо себя ноги Одним единственным упражнением Это приседания со штангой Просто нужно делать его правильно Не гоните за большими весами Делайте с небольшими весами До хорошего ощущения закислачивания Кислоты, жжения в мышце Вот именно в этот момент Выделяются нужные нам гормоны И ноги начнут расти Вы можете сказать, а как же остальные все упражнения Которые нам говорит тренер в джорном зале Зачем делать больше? Ну, хотите ли разнообразия? В принципе, вы можете делать становую тягу Становая тяга, я считаю, она не очень хорошо развивает ноги Вы можете делать выпады со штангой Выпады со штангой – отличное упражнение Очень хорошее упражнение Вы можете делать выпады со штангой Но это упражнение не для новичков И его нужно делать рамотно Хорошо чувствовать опору Чтобы вы не были стабильны Поэтому делать выпады можно, если хотите Как дополнительное упражнение Но мне хватает одних приседаний Что я и вам советую Так вот Приседания со штангой – это все, что вам нужно Чтобы добиться результатов И они вас, я гарантирую, они вас будут Если вы будете делать то, что я сказал в этом видео А это ключевые факторы Еще раз повторюсь Это тренировки ежедневные Ежедневного начала тренировки вы тренируете ноги На три подхода Не делайте пять подходов Не делайте шесть подходов Семь Не нужно Дайте три подхода вот таких Потому что мы их будем тренировать каждую неделю Каждую тренировку Если вы будете слишком много этого делать То результата вы не увидите Такого, как вы хотите Поэтому три подхода Это достаточно, чтобы появился стресс, гормоны Идите, тренируйте другие мышцы Это, кстати, им поможет И про это будет отдельное видео Так вот Пожалуйста, пользуйтесь То, что я вам только что рассказал Это тренировка для натуральных хардгейнеров Высокого роста Добивайтесь результатов Подписывайтесь на мой канал Впереди еще много Очень много всего интересного Я сейчас пришел Уже буду купаться Вот здесь, смотрите, какое местечко Отличное Сегодня тепленькое Супер погодка, чтобы покупаться Подписывайтесь на мой канал Впереди будет очень много интересного Богатырского вам здоровья И отличных результатов Все, пока Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok